Сегодня члены правительства уточнили объем бюджета на трехлетний период. Доходы региональной казны увеличиваются почти на 7 миллиардов рублей. Большая часть суммы – безвозмездные дотации из федерального центра. На очередном заседании Кабинета министров рассмотрели расходы бюджета. Значительные средства намерены направить на развитие медицины, ремонт дорожной сети и реализацию экологических проектов. Подробности у Дмитрия Ковалева. В селе Байгулова Козловского района в этом году начнут возводить новую школу для 160 учеников. Многомиллионную сумму закладывают на строительство и капремонт детских садов в муниципалитетах. Образование – ключевая сфера инвестиционной программы республики. Еще один значимый проект – оздоровление Волги. На его реализацию направят более 500 миллионов. Новое важное направление, хотя мы занимались, но такие большие средства мы не предусматривали. Треть дополнительных средств, это около 3 миллиардов рублей, направляется на инвестиционные расходы. Это тоже очень важно. К факту 2018 года, инвестиционные расходы 2019 года составят с ростом на одну треть. То есть 34%. Увеличивается и поддержка реального сектора экономики. Немалые суммы направят малому бизнесу. Предпринимателям упростят механизмы получения микрозаймов на развитие своего дела. Ставки по кредитам не должны превышать 8,5%. 89,7 миллионов рублей – это на развитие новых финансовых инструментов. Это микрокредитование. 73 миллиона на реализацию программ поддержки субъекта МСП в целях ускоренного развития в умного города. И, соответственно, создание центра «Мой бизнес» 64,5 миллиона рублей. Еще одна статья расходов строительства автоматизированных котельных. В данном разделе предусмотрено строительство пяти котельных. Это три в городе Шумерли и два в Козловке. Также на 308 миллионов рублей увеличиваются расходы на реализацию проектов в умного городе Канаш. Основная сумма – это финансовое обеспечение дорожной деятельности почти 240 миллионов рублей. И почти 230 миллионов рублей на переоснащение региональных медицинских организаций, которые оказывают помощь больным онкозаболеваниям. Колоссальная сумма – более 15 миллиардов – заложена в трехлетнем бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в приоритете повышения заработной платы в два раза. Из расчета вновь принятых врачей 200% от среднемесячной начисленной заработной платы наимных работников или 51 тысяча 370 рублей. На вновь принятых работников среднего медицинского персонала 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наимных работников или 25 тысяч 685 рублей. Более 2 миллиардов рублей направят на модернизацию поликлиники ФАПов, обновление парка машин скорой помощи и реконструкцию детской инфекционной больницы в Чебоксарах. Медицина – самая значительная статья расходов. Доходы республиканского бюджета повышаются планомерно. Это отмечает глава региона результат эффективного взаимодействия республики и федеральных ведомств. Мы выполняем взятые на себя обязательства и есть у нас право по каким-то направлениям дополнительно просить средства по отраслевому принципу и по тем проектам, которые мы прошли за счету. Мы предусматриваем рост расходов к уровню прошлого года почти на 13%. С учетом уточнения расхода канцелерного бюджета в текущем 2019 году составит 63 миллиарда рублей. Увеличится и размер субсидий муниципалитетам. Михаил Игнатьев поручил районным властям уже до марта определиться, куда именно должны быть направлены межбюджетные трансферты. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.